Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы рассмотрим следующие пять пород самых ласковых кошек. Садитесь удобнее. Мы начинаем. Персидская кошка. Согласно одной теории, персидский кот появился в Европе достаточно давно, более 400 лет назад. Есть сведения о том, что, находясь в 12-летнем путешествии по Восточной Европе и Индии, знаменитый итальянский аристократ приметил необыкновенную кошку. Эта кошка буквально пленила его своим необыкновенным видом. Персидская кошка была привезена в Италию для разведения, но дальнейшие сведения о ее судьбе были утеряны. Уже немного позже очаровательные персидские кошки появились во Франции, когда их привез из Анкары один политик. Очень скоро о необыкновенном Персе узнал кардинал де Ришелье, который стал одним из первых, кто начал разводить данную породу. Эти кошки пользовались особой популярностью при дворе короля Франции. После Франции эти коты появились в Великобритании, где было положено начало селекционного разведения породы, внешность которых известна по сей день. Персидский котенок чудо природы, которое одним своим видом заставляет улыбнуться, вызывая желание ее потискать. Описание этих кошек можно интерпретировать всего несколькими словами пушистый пучеглазый медвежонок с приплюснутой мордочкой. Персы очень дружелюбные и ручные кошки. Данная спокойная порода не отличается игривым характером, но всегда поддержит компанию, посидев у вас на коленях. Характер персов отличается тем, что они исключительно домашние кошки. Ласковые, доверчивые и очень спокойные, они не боятся детей и ведут себя, как щенки, постоянно следуя за хозяином. Персидские котята очень любопытны, любят исследовать все новое, с радостью поиграют с чем-либо. Некоторые персы очень любят посидеть на плече у своего хозяина, но не стоит беспокоиться, когти они прячут. Мирные, покорные мечта многих любителей кошек. Рэгдолл. Если перевести название погоды с английского, то дословно получим ковровая кукла. Эта спокойная порода кошек просто создана для ласки. Первое, на что обращаешь внимание при встрече с представителем породы рэгдолл, это ярко-голубые и очень умные глаза, которые, кажется, смотрят в самую суть вещей. Кошачий Будда вот, пожалуй, лучшие описания рэгдола. Одно отличие рэгдола – голос. Он его подает очень редко, исключительно по делу и едва слышно. Эта ненавязчивость рэгдоллов проявляется во всем в том, как он расслабляется у вас на руках, и в опрятности, и в кротости. Кошки этой породы излучают нежность и любовь, они славятся мягким, покладистым характером. Хотя рэгдоллы нуждаются в постоянной ласке, пусть вас это не пугает, они готовы возвращать ее старицей. Интересный факт. Все без исключения котята рэгдоллы рождаются белоснежными, без единого пятнышка, первые прокрашивания начинаются приблизительно к десятему дню, а в полную, боевую, окраску рэгдолл вступает только к двухлетнему возрасту. Русская голубая кошка. Это необыкновенно милое животное, которое явно выделяется среди других своим таинственным серо-голубым окрасом. Русская голубая кошка активна и очень дружелюбна. Эти кошки не будут надоедать своим хозяевам, так как они могут найти себе занятие и без них. Они довольно спокойно относятся к одиночеству, поэтому являются идеальными питомцами для тех, кто много работает вне дома. Кошки очень любопытны, от них не ускользнет ни одна деталь интерьера, каждую из которой они исследуют, обнюхают и, если можно, изучат изнутри. Кошки очень интеллектуальны, изучив ваши жесты и мимику, они научатся понимать вас с полуслова. Русская голубая не любит чужих, предпочитая где-нибудь отсидеться до момента их ухода. Кошки отличные охотники, так что, если в вашей квартире мышки водятся, то это ненадолго. Кроме мышек они не прочь поохотиться за насекомыми, резво подпрыгивая под самый потолок. Эти кошки кажутся очень независимыми, но только на первый взгляд. Русская голубая кошка на коленях у хозяина, воплощенная нежность и ласка. Но завоевать любовь питомца этой породы можно только лаской и хорошим обращением, он обязательно ответит вам взаимностью. У русской голубой кошки открытый и легкий характер, а еще они очень любят общаться и играть с детьми. Чем не идеальный член семьи? Экзот. Если вы ищите друга, который был бы готов постоянно поваляться на ваших коленях, то экзотическая короткошерстная кошка – это ваш выбор. Эти кошки очень ручные, спокойные, медлительные и ласковые, всегда рады вниманию от владельца. Экзоты могут долго привыкать к посторонним, но если доверяться, то навсегда. Спокойные и ласковые экзоты везде следуют за своими хозяевами, очень любят спать на руках. Для этого, конечно, нужно сначала завоевать их доверие, но если вы будете относиться к ним с уважением и любовью, у вас все получится. Эти кошки так сильно привязываются к своим хозяевам, что лучше отправиться в путешествие вместе с ними, чем останутся дома в одиночестве. Постарайтесь дарить любовь экзоту и давать больше внимания, так как это основное условие их продолжительности жизни. От одиночества они впадают в депрессию и умирают гораздо раньше. Однако если вы задумаете обучить кота экзота парочке трюков, то ваши попытки окажутся тщетными, интеллект этой породы под человеческие прихоти не приспособлен. Шотландская веслоухая кошка. Как и самодостаточные британцы, с которыми их иногда путают, шотландцы вполне могут жить у человека, который в будни работает не из дома. Тем не менее, надолго и совсем одних питомцев оставлять нельзя, потому что к хозяину они привязываются не меньше, чем к самому месту жительства. Владельцу особенно важно учитывать эту особенность, если он заводит котенка. Маленький питомец, как никто другой, нуждается в компании для правильной социализации. К тому же именно в этом возрасте у котенка формируется прочная связь с хозяином, которая останется потом на всю жизнь. Шотландская веслоухая – очень чувствительная кошка. Даже обычная перестановка мебели иногда вызывает у нее стресс. А уж суровый взгляд хозяина или длительное его отсутствие и вовсе может привести к депрессии. Представители данной породы весьма наблюдательны и ловко пользуются той информацией, которую получили из внешнего мира. Так, например, они понимают, что для привлечения к себе внимания стоит помяукать это быстро, просто и всегда работает. Поэтому кошки не стесняются делать это. Хотя болтливыми, их тоже назвать нельзя. Кстати, мяуканье у шотландцев весьма своеобразное, отличающееся от других пород, оно достаточно скрипучее. Но многим хозяевам это даже нравится. Шотландские веслоухие хорошо подходят для семей с детьми. Эти кошки весьма терпеливы, спокойны и обычно не выпускают когти, даже если им что-то не нравится. Если же кто-то становится слишком назойливым, кошки предпочитают просто уйти. А вообще они очень любят всех членов семьи. Бесконфликтность и миролюбивость шотландцев положительно отражаются и на взаимоотношениях с другими животными. Они достаточно легко находят общий язык с другими животными в доме. Отчасти это связано с флегматичностью представителей данной породы. Но иногда у шотландской веслоухой все же просыпается внутренний охотник, и она с удовольствием включается в игру с четвероногими соседями по квартире. Благодарим за просмотр. Если вам понравилось видео и стала полезной информация, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вы также можете предложить идеи следующих видео, и мы сделаем обзоры на интересные для вас темы.